что компьютерный вирус вид вредоносного программного обеспечения он способен создавать копии самого себя внедряться в код других программ системной области памяти в загрузочные секторы а также способен распространять свои копии по разнообразным каналам связи спасибо нельзя это евгений касперский тот самый кто основал лабораторию касперского и у него настолько высокая занятость что ему все равно начнем и выпуск в его кабинете или где-то в другом месте вот уже 21 год он ведет войну с киберпреступниками и даже сейчас скорее военный сразу можно видеть он думает о нашей безопасности не будем умышать пока мы пользуемся своими ноутбуками и телефонами за нашей информацией разворачивается настоящая охота хакеры придумывают все более сложные вирусы а те кто с ними борются наращивать все более сложную это реклама касперского лишь он не по выглядит это вот так внизу находятся самые массовые угрозы с которыми мы сталкиваемся каждый день это черви трояны фишинговые письма и большинство атак в интернете чуть выше находятся целевые атаки то есть нацелены на конкретных людей чё это хуй так это смотрим чине короче давайте все воняет новинка нашего столетия кибероружие каждый хакер сам решает какую нишу ему занятий начинаем бесконечную войну со специалистами по кибер без next маслинга посмотрим не плачьте не плачьте не плачьте опасность вот они это простые парни и девушки которые день и ночь играют с хакерами в кошки мышки и это настоящая война с каждым годом ее темпы растут все что происходило раньше игрушки по сравнению с новейшими атаками и расследование с этим выпуском приготовьтесь окунуться в этот незаметный простому пользователю мир для начала стоит отметить что большая часть атак ни на кого конкретно не нацелена это обычно трояны и фишинговые письма которые просто так гуляют по сети у меня много фишинга как правило те кто не позаботился о своей безопасности или о своей киберграмотности например на почту приходит такое письмо мужчине чаще всего пишет женщина а женщине мужчина теме письма говорится что и ждут фотки со вчерашней вечеринки возможно голые естественно такое письмо приходит в понедельник к те у кого на днях была вечеринка вообще не сон не усомнятся ни разу в том что это письмо адресованы именно и человек открывает письмо скачивает архив открывает файлы ничего не происходит а зараженный думаю что это наверное какая-то ошибка и письмо адресовано не ему закрывает письмо и даже мне такие письма вреды приходят натуре отвечаю бывает через какое-то время он обнаруживает что на карте стало меньше денег или вообще просто стерли всю зарплату все попытки понять как это произошло тщетные вроде он не покупал никаких товаров оповещение никому не приходили в порно он не заглядывал это как фильмах про зомби где главный герой в конце оказывается заражен а вот когда его укусили непонятно но на самом деле все произошло благодаря этой строчке кода она и запустила зловредный макрос из письма разнообразие фишка так большое это как на рыбалке закинул все эти в озеро подкормил рыбку и ждешь пока рыбка сама залезет ловушку недавно я сам попал на такую приманку вот это письмо письме мне предложили сделать верификацию своей страничке в инстаграм пройдя по ссылке я увидел обычную страницу в инсту ничего необычного ведь ввел блогин и пароль и ничего не произошло я повторил еще раз и еще и вот на этом моменте я понял что это заражение какой же я дурак я не обратил внимание на название это атака построена на невнимательности называется хомограф вот это вообще распространенная херня на самом чё такие хорошие ну смотрите ну а так раньше браузер были уязвимы куда интересно реально чего как эти не помогли зайти на apple ком где 1 а на самом деле русская правильно вы попадали на фейковые со есть даже специальные программы чтобы генерировать злые url и подставлять белые сайты будешь сайт который хочешь подставить и вот у тебя уже хитрая копия url сейчас браузеры сами определяют потенциальную опасность но это помогает не всегда и хомограф а так рано списывается счетов инстаграмы блогеров взламывали в 2015 году сначала саша спилберг потом ваша микус олег второй так звали хакера который взломал много аккаунтов да да кстати такие вот вещи он твой я помню я помню эту херню внутри тогда в 2015 духа так еще не было и взломать аккаунт не составляло труда всего лишь нужно было одно доказательство подлинности это логин и пароль и взломать аккаунт зная логин можно с помощью программы по подбору паролей брутфорс кстати об инстаграме если вы подпишитесь на мой да какой-то умный дорогой приятные события программа для блогера да и для кого угодно это не очень приятные события хорошая новость в том что кибер грамотность растет сегодня уже не каждый будет кликать на подозрительные ссылки из писем или смс по типу вам зачислено двадцать шесть тысяч восемьсот девяносто один рубль кликай скорее быстрее беги я здрасте вот по объявлению совета вот ссылка на мой товар пожалуйста пройдите и всякая такая дрянь и кстати следите за тем что происходит у вас на экране вирус скачанный через ссылку в смс может открываться поверх приложений и просить ввести данные банковской карты окей люди стали грамотнее но плохая новость в том что это понимают их 50 кант когда где стоит по-другому drive by download это новый тип атак я теперь не нужно ничего скачивать ты просто заходишь на веб-страницу и ты уже заражен так происходит не обновлены программы на компьютере например браузеры хакеры используют ошибки в них чтобы незаметно запуститься привет нам хочешь я тебя люблю вам я приду к тебе скоро не сказал спасибо они сказали что тоже меня любит это смерть свой код пользоваться приложениями безопаснее чем сайт разработчики сразу закладывают в них ряд проверок но чем больше потенциальных жертв заходят с мобильника тем больше соблазнных атаковать несмотря на все сложности сегодня смартфон это первое что мы видим с утра и последнее что мы видим перед сном 40 людей идут с ним в туалет а это я во принимаю с ним бану или душ и я в том числе для этого у меня есть специальная подставка смотрите мы отдали смартфону все свои функции если раньше мошенники могли собрать только 300 рублей со счета телефона с помощью звонков и смс под предлогами проблем в семье выигрышей кредитов и прочего то теперь когда у всех установлены банковские приложения можно уйти гораздо больше денег а это уже кужа за который можно побороться как это сделать есть много вариантов один из них мне кажется у нас боится чтобы мы сейчас позвонили алё дорогой фейковые приложения чаще всего фейк выдает себя за популярные мессенджеры приложения для криптовалют музыки или даже настоящую игру эту игру недавно форс ли все летсплейщики со всего мира но только форс ли версию для компа они приложения скорее всего поэтому этот фейк скачали более миллиона почему сразу не обратили внимание на эту игру это же ну как бы это же фейк скачиваешь играешь лаги и так далее хороший вопрос потому что мошенники наняли целую команду кодеров дизайнеров верстачиков менеджеров и качественно скопировали игру целиком ты открываешь играешь не понимаешь разницы это настоящий продакшен только на злой стороне google play app store для многих это гарант качества проверенный источник да для меня например и заставляет мошенников придумывать более законные схемы мошенничества приложение ancestry яркий тому пример она якобы помогает найти своих предков вводишь имя дату и бессорождения и приложение просит тебя поднести палец чтобы найти прадеда нужно скачать вашу биометрию сравнить ее с биометрии офигеть логично большинство людей даже не задумываются что там своего прапрапрадеда нельзя найти подпечатку пальцев наши дальние родственники не сдавали биометрию не сдавали но они все равно не думают и касаются пальцем сканера не успев убрать палец они приобретают вип-версию приложения за 83 фунта естественно такие приложения находятся в топ-100 app store по прибыль это прогнозы погоды qr-ридеры обои рингтоны все отзывы и оценки у них фейковые в некоторых нет даже никакого злодейства просто через три дня пробной подписки с тебя начнут списывать по 4 доллара в неделю это 208 долларов в год за чрезвычайно маленькую функциональность секрет в том что 99 процентов людей не читают пользовательское соглашение я вас понимаю каждый раз читать эти страницы это огромный труд приложение которые готовы списывать у вас некоторые суммы это не так страшно самое страшное что может случиться это если вы отдаете приложению root права вы не придаете этому значение и соглашаетесь хромис для тех кто не отчет за рут права это чё такое чё за фрезер толстовка в инсте это из яичка давно знают приложение получает полный доступ на айфоне нет труд прав а что такое род права полный доступ для а чё замолчали вас две с половиной тысячи молчать закрыли варежки смотрит внимательно админка но я поняла а чего такие молчаливые сегодня скромные это такие ха 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 щечки то красные боты плюс чат глубинным функциям смартфоны спасибо за будет не привет ромочка откаткой газоводской ботов лео снимать вас ведь речь из диктофона следить за вами по гео локации там бандл просто смеется закричал на хватовать ваше сообщение в мессенджер и пользоваться всем что позволяет делать телефон особенно легко поддаются атакам старые уязвимые устройства несложно и продвинуть свое приложение и повысить ему рейтинг если заставить трудиться 10 тысяч телефонов это фирма кликов в китае в офисе google play и app store работают целые отделы по борьбе с такими приложениями но это еще не значит что мы с вами в безопасности вспомните хотя бы get контакт всем было интересно узнать как их записывали в доме у меня такое приложение результат миллионы слитых телефонов номеров с именами это самая гениальная афера из последних каждый снил по 200 по 300 человек это еще не считаю что в телефонной книге есть пацаны и его ходу повелось записаны мира у людей кредитных карт а у меня почему-то там короче не было меня ваще воды пароли отличных кабинетов все соответственно номера оказались в телефонных базах а мне потом звонят и предлагают алло ян здравствуйте и специальное предложение для вас не хотели бы вы театр посетить у нас сейчас новый шоу governo поехало из америки а а году взломали, блядь! Сбербану взломали деньги! Спинтили, я не понимаю! Как украли? Пиздец! Пацаны, я вам клянусь, у меня реально это установлено прямо сейчас, в эту секунду, блядь! Я вам клянусь, у меня оно реально установлено! Удалить срочно! Посмотрите! Вот оно, посмотрите, пожалуйста! Вот оно! Вот оно, блядь! Вы думаете, вы думаете, я вру? Я не вру, реально было! Капец! Капец! В косынку, в пасынку, можно в пасьян сыграть после таких ситуаций! Может быть, вы хотели бы попасть? Слушайте, я не слушаю, не хожу в театр! Я не слушаю мюзикл, девушек! Я вообще Кровосток слушаю! Кровосток? Цветы в вазе, говно в унитазе! Вот это мне интересно! Понимаете? Это мюзикл? Города это пиздец! Страшнее только деревни! Вот! Будут билеты на Кровосток, звоните! А в каком это театре? В каком театре? Сервис благородно предлагает удалить свой номер из базы. Для этого нужно ввести свой номер и подтвердить удаление данных. Только нет никаких гарантий, что это произойдет. Как это я понял, кто-то оставил подсказку и добавил лишнюю О. Ведь вряд ли можно доверять форме, где на главной кнопке написано О отправить. Личные данные это не все, что нужно от вас хакеру. Когда все личные данные получены, смартфон все еще остается полезным. И хакер встраивает вас в марионеточную сеть, в армию ботов под названием Ботнет. На этом этапе вы становитесь его личным зомби, не подозревая об этом. Другими словами, хакер пользуется вашей вычислительной мощностью. И самое безобидное в этом это майнить с помощью вашего устройства криптовалюту. Но если ваш хозяин крупный игрок на черном рынке, то скорее всего вы становитесь солдатом-марионеткой в ДДОС-атаках. В фильмах часто упоминают эту атаку. Работает это так. Бля, пацаны, у меня реально. Пацаны, это правда? Я о зомби? Чуваки, я не знаю. Мне страшно. У меня реально гидконтакт был. Все. А что сделать надо? Номер поменять или что сделать? Пацаны, что сделать? Да вы не смеетесь так. Да вы так не смеетесь-то. Вы так смеетесь. Просто удалите, все будет хорошо. Все будет хорошо, точно. Будет точно. Ой, Лешенька Фрейдман. Спасибо, зайка. Спасибо. Пацаны, я надеюсь, что все будет хорошо. Блядь, Виджей Линк уже снился вчера. Я думала, к чему он мне снился. Блядь. Сказать своей армии ботов обрушить сайт. Например, Twitter. Он через командный центр дает приказ всем устройствам. И вся армия ботов стучится на этот сайт. Естественно, одновременно. Сайт не выдерживает и ложится. Для вас он выглядит так. Чем больше армия, тем дороже стоят услуги хакера. Из-за ботнета Mirai Легли в сайты Netflix, Reddit, Twitter и Airbnb. Этот ботнет объединил 300 тысяч устройств по всему миру в 2016 году. При этом это были не только смартфоны и компы, а видеорегистраторы, камеры и даже тостеры. А вот телефон одного из зараженных зомби разорвался от нагрузок в момент майнинга крипты. Такие вирусы легко можно подцепить, если скачивать пиратские проги из файла обменников. Запускаете установщик, а он уже закачивает вирус на диск. При этом маскирую его в системе. Если пользователь запускает тяжелую игру, чтобы не тормозить ее и не вызывать подозрения пользователей, самые умные майнеры останавливают свою работу. Но, допустим, вы умнее всего этого. Запретение покупки в интернете, не заходите на какие-то сомнительные сайты, вообще не пользуетесь интернетом и покупаете только на наличные, снимая деньги в банкоматах. Несмотря на это, однажды к вам может прийти смс о том, что кто-то снимает ваши деньги в Пекине. Вы созваниваетесь с банком и блокируете карту, но уже поздно. Деньги сняли где-то на другом конце мира. Вспомните тот банкомат в незнакомом переулке, которым вы один раз воспользовались. Видимо, с ним было что-то не так. И вы не заметили одну маленькую деталь. Карта-приемник был выпуклым и выходил из границ стенок банкомата. Такая накладка называется скиммером и накладывается хакерами поверх самого устройства. Этот приемник считывает данные с вашей магнитной полосы и отправляет их мошеннику. Конечно, банки обратили внимание и сделали... ЧАГО? ЧАГО, БЛЮТЬ? ЧАГО? Чуваки, серьезно? Хорошо, что я деньги не снимаю. Это жесть. Но ирония в том, что антискинеры похожи на сами скиммеры. И клиенты банков их опасаются. Поэтому сейчас их делают прозрачными, чтобы было видно, что внутри нет никаких сканеров, проводов и плат. Но хакеры нашли способ замаскировать скиммеры и под них. Так что единственная возможность проверить, скиммер это или антискинер, это попробовать оторвать эту штуку. Из-за высокого риска привлечь к себе внимание, скиммеры мошенниками устанавливаются на бегу. Неаккуратные следы установки падятся моментально. Вот смотрите, здесь видно клей, а здесь щель, а здесь закрыта часть логотипа. Но это не поможет, если скиммер вставлен сразу в щель картоприемника. Конечно, вы скажете, а как же мой пин-код? Да. Скрытая камера или накладная клавиатура будет запоминать все, что вы набираете, и передавать нажатия на настоящие клавиши, чтобы не вызвать подозрений. В некоторых случаях можно полностью поменять лицевую панель. После получения необходимых данных, мошенники просто изготавливают копию вашей карты и снимают деньги где им угодно. Пиздец. Это жесть. Мы будем пользоваться банковскими картами. Но некоторые не мелочатся и взламывают сами банкоматы. Вы видели Бэтмена против Супермена, против Джокера, даже против Дракулы Бэтмендом. Но есть Бэтмен против терминала оплаты. Хочешь поймать преступника? Думай как преступник. В отчаянии мужчина пытается взломать терминал ломом. Похоже, это его первая операция. Терминалы защищены полегче. А вот банкомат весит пару тонн. А внутри у него еще стальной сейф толщиной в несколько сантиметров. Мы убедились в этом сами в офисе Касперского. Внутри действительно сильная защита. Тем не менее, каждый год кто-то пытается. Ведь способы есть разные. Против экскаватора, смотрите, вряд ли же можно найти защиту. Долгое время всем казалось, что система, ну, если не брать в расчет экскаватор, сильно защищена. До момента, когда несколько лет назад руководители одного из украинских банков обратились в лабораторию Касперского. Увидев это, человек снимает деньги из банкомата. Но он без карточек и ввода пин-кода. Но как? Таких людей называют мулами. Их задача забрать выпадающие деньги из банкоматов. Это последнее звено в кибергруппировке Карбонак. Ммм, интересно, а из чего состоит вся группировка целиком? Давайте посмотрим. Мне нравится, как он разговаривает, как он информацию, короче, подает свою. Мне очень нравится, как он говорит, правда. В лабораторию стоит несколько... Правда, очень интересно, очень интересно. ...эксперт по базам данных, специалист разведки банковских систем, программист, написавший зла вред, чистящих, чтобы очистить цифровые следы, и Фишер, который будет отправлять письма. Вместе они составляют кибер-ОПГ. Код вируса пакуется во вложение и рассылается Фишерам письмами на почту бухгалтерам банков. Тема писем и имена вложений такие, чтобы их хотелось открыть. Открыл файл, значит, открыл вредоносный код. Он лежит в операционной системе и больше нигде не хранится. Затем вирус в течение двух-четырех месяцев распространялся по внутренней банковской сети. Проникая в сервера, отвечающие за управление банкоматами, они давали им команды и точное время для выдачи денег. В это же время у банкомата появлялся мул. Эти деньги мулы передавали посредникам, а те переводили их в криптовалюту и скрывались. Но это не все. Мы прошли мимо еще одной ветки. Помните, вирус заражал банковскую систему? И он был настолько силен, что мог программно раздуть цифры. Кто-то помнит из вас такую программу, как ArtMoney? Она была для читеров в играх. С помощью нее можно было раздуть игровые деньги. Принцип тот же. Из тысячи хакеры раздували 10 и снимали 9 из них. Так что движения по счетам видно не было. Но счету как была тысяча, так и оставалась. Так они выводили по 12 миллионов долларов в день. Пострадало около 100 организаций. После операции подключался чистильщик и очищал цифровые следы в системе банков. Таким образом, они увели у банков, внимание, 1 миллиард 200 миллионов долларов. Охренеть, чуваки! Это самое крупное цифровое ограбление в истории. Если раньше о преступниках мы узнавали из сводки НТВ, то теперь можно посмотреть твиттер министра внутренних дел Испании и увидеть задержание главы группировки Дениса Катаны Токаренко. Да, руководил... Катана, я твои шутки, твои промежутки в щели, зубки! ...русский невысокий мужчина, который жил в Испании со своей женой и сыном. Он учил испанский и не ходил на знаменитый пляж в Санкт-Петербург. Он был гораздо активнее в онлайне, проводя все ночи за Новый год. Ой, не могу! Катане, привет, пацаны! Хакеры заработали миллиард, используя человеческую уязвимость, зная, что бухгалтера банков будут открывать зараженные письма. Они не учили одного, что их люди тоже будут ошибаться. Один из мулов в Тайване потерял свою кредитку у банкомата. Так полиция установила его личность и начала задерживать членов ОПГ одного за другим. Расследованием атаки занялась лаборатория Касперского. Они первые поняли, что это вредоносная атака. Провели расследование и восстановили последовательность действий хакеров. Карабанак — это отдельный случай. И для таких у них есть специальный отдел. Глобальный центр расследования. Привет, малышка сладкая. Генсуха, кста, напиши мне, пожалуйста, в ВК срочно. У меня где-то есть предложение. Очень крутое. Парни. Встретив их в городе, вы даже не обратите на них внимания. Но на самом деле это самые элитные специалисты, которые занимаются сложнейшими целевыми атаками. Куда удобно. После стрима отвечу. В котором мы сейчас живем кажется таким удобным. Все становится оцифрованным. Все подключается к интернету. Но вместе с этим приходят и новые угрозы, от которых приходится защищаться. Уже сейчас тостеры и регистраторы используют в ДДОС атаках. А те же компании, что 15 лет назад защищали ваши компы и записывали виск свиньи, сегодня прикрывают нас от атак на банке, заводы, Какой звук? Окей, я тебе отвечу по стрима. Че за звук был виск виск свиньи? Откуда виск свиньи? Назови ворсить тостер в натуре. Откуда виск свиньи-то вылазит? Не понял. Наверное, был виден в виде преступления. Я лишь рассказал об одном киберограблении, хотя и о самом крупном. В следующем выпуске, который будет следом за этим, за через несколько дней вы узнаете нечто совсем иное. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить. И как обычно, прокачивай свои мозги. Как же он байтит? Как же он байтит? Как же он байтит? Как же он... Ставь лайк, если заебали то вы девки. Подпишись, если заебали то вы девки. 저�ctor коммент если заебали то вы девки. Ставь лайк, если заебали то вы девки.